Приветствую вас, уважаемые друзья и зрители моего канала. Сегодня хочу поделиться с вами одним очень вкусным рецептом приготовления свинины. Для этого нам понадобится килограммовый кусочек мяса, понадобится 2 столовых ложки меда, столовая ложка остро-сладкого соуса, зира, тмин, 2 луковицы красного лука, чеснок, апельсин и соус соевой терияки. Сначала готовим наш апельсинчик, разрежем его и выдавим сок. Сверлину будем запекать в фольге. Вот это будет наш маринад. Теперь добавляем в маринад соевый соус. И хорошенько все перемешиваем. Пока соус у нас будет, наш маринад, настаиваться, мы подготовим лук, мелко порежем, чеснок, тмин и зиру. Продолжаем готовить наш маринад. Высыпаем на его чайную ложку соли. Также мелко нарезанный красный лук, используя одну луковицу. И теперь все это хорошенько-хорошенько перемешиваем. Этот маринад у нас постоит примерно минут 15, чтобы отдать в себя все соки и чтобы хорошо растворился мед. Нашпиговал хорошенько кусочек мяса. Примерно минут 15 постояло, пока наш маринад хорошо напитался, растаял мед. И теперь постарайтесь, чтобы все отверстия были хорошо открыты, чтобы в них затек маринад. Оставшуюся луковицу я порезал на большие кружки и подложил лук под мясо. Теперь разогреем нашу духовку до 150 градусов. Пока духовка будет разогреваться, мясо будет мариноваться. И поставим завернутое мясо в фольгу в духовку примерно на полтора часа. Полтора часа будем запекать. Через полтора часа откроем фольгу и 10 минут подержим при температуре 220 градусов. Для вас это будет пару секунд. Для меня почти час сорок. Поэтому скоро встретимся. Прошло, друзья, час и сорок минут. Достал мясо из духовки. И вот такая вот красота у нас получилась. Многие спросят, почему я готовил при температуре 150 градусов? Для того, чтобы мясо было внутри сочным. Вот это вот самое главное правило. Хочешь, чтобы было сочное, готовь на более низкой температуре, но немного подольше по времени. Сейчас переложу на блюдо и будем пробовать. Переложу на блюдо. Сейчас разрежем пополам. Посмотрим. Оно не было у нас сырым. Хотя готовилось. Сейчас сорок, оно сырым не будет. А вот сочным будет по-любому. Посмотрите, как получилось. Посмотрите. Мясо сочное. Если надавить, уже видно, как сок с него вытекает. Сейчас отрежем. Попробуем кусочек. Но запах, друзья, не передать словами. Маринад то, что надо. Реально получилось очень вкусно. С краешка уже немножко начало подсыхать мясо. Все равно сок очень чувствуется. Мясо сочное. Получилось очень вкусное. Маринад этот рекомендую попробовать. Потому что реально вкусно. И опять же, если любите мясо посуше, то можете подержать его после приготовления. Ну, минут 20 на температуре 220 градусов. Оно будет немножко посуще и будет порумяней. Ну, а на этом, друзья, видео заканчиваю. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале, подписывайтесь и делитесь моим видео со своими друзьями. До новых встреч!